Мне хотелось фокусироваться на каком-то одном деле, потому что все время быть в разных сферах было очень витомительно. Я видела, что люди либо собирают деньги на покупку бронежилетов, либо пытаются их уже купить. И так я поняла, что купить бронежилет очень сложно. Они стоят очень дорого, в среднем 750 евро. Они были не в наличии буквально везде, именно бронежилета нужного класса защиты. И, естественно, логистически это было очень сложно сделать с доставкой в Украину. И так как мой предыдущий опыт работы в бизнесе подразумевал то же самое, то есть ты всегда строишь какой-то новый бизнес в другой стране. Я знала, что я смогу построить производство в Украине. Украина защищает не только себя, но и демократические ценности, за которыми стоит весь цивилизованный мир. И поэтому я уверю, что война против Украины – это война не против просто одного государства, а против всех народов, которые стоят за ценностями демократии. И которые против авторитаризма, навязывания своих ценностей. Также я считаю, что если Украина проиграет войну, то Казахстан станет следующим. И я почти уверена, что Россия попытается захватить Казахстан также. И не только Казахстан. Если Украина проиграет, Россия пойдет дальше. Поэтому политически важно, чтобы Украина выиграла в этой войне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова